Слова о важности партнерства, интеграции, а также совместные переговоры и обсуждения планов. Лидеры пяти стран собрались в Сочи на очередном саммите ЕС. Проблем для обсуждения между государствами и членами экономического союза накопилось много, но что успели обсудить за небольшое время на заседании Высшего совета Евразийского экономического совета. Степан Светлов с подробностями. Время официальных встреч и короткие получасовые беседы. Программа саммита Евразийского экономического союза в Сочи, хоть и выделялась насыщенностью, в общей сложности на все про все ушло пару часов. Особенностью сегодняшней встречи стало участие в Высшем совете лидера армянской оппозиции, нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Многие эксперты называли его гораздо более проевропейским лидером, чем Сарксян. Однако сегодня Пашинян заявил о стратегической важности армяно-российских отношений. У нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям и в политическом смысле, и в торгово-экономическом смысле. И мы надеемся развивать наши отношения в военно-технической отрасли и в других отраслях. Встретился Никола Пашиняна из главой белорусского государства. Александр Лукашенко известен тем, что умеет каждому из собеседников сказать то, что те хотят услышать. Глава Беларуси, который, как утверждают некоторые аналитики, весьма негативно отнесся к протестам в Армении, сегодня не щадил похвалы для нового армянского лидера. Поздравляю вас, что вы достойно вышли из этой ситуации, очень достойно и правильно вышли из этой ситуации. Вы это сами уже почувствовали, и в этом плане мы рады за вас. И хоть президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министра Армении обсуждали сотрудничество во многих сферах, эксперты сводят результаты встречи к одному тезису. Россия тяжелая, Россия по санкциям, Россия находится в противостоянии с Западом. Страны стараются как-то политически себя не связывать, судьбу не предвешать, но сохранить при этом доступ на российское рынок, российские дотации, российскую финансовую ресурсную поддержку. Что характерно одной из самых важных тем саммита, стало грядущее подписание соглашения с Ираном о вступлении в зону свободной торговли. Фактически это ответ Трампу, то есть когда европейская интеграция бьет под крылом Ирана, это фактически наша цель Чемберлина, что называется, и Иран это очень рассчитывает. Эксперты отмечают, что участие в ЕАЭС все больше становится вопросом политического, а не экономического выбора. Мол, это неравноправное объединение, объединение зависимых от России стран. На сегодняшний день все те стороны, которые объединил ЕАЭС, они, как говорят, братья по несчастью. Повестка дня и свидетельствует об этом. Главный ее пункт – решить, как вести себя странам-членам ЕАЭС с третьими странами. Тем временем Лукашенко все еще надеется урегулировать накопившиеся между странами вопросы, разобраться с долгами и закончить торговые войны. Это планирует сделать чуть позже, на предстоящем в Минске заседании Высшего государственного совета. Степан Светлов, Белсад.